С итогами дня программа «Вовремя» с вами Татьяна Крачун. Добрый вечер. Вот некоторые главные темы этого выпуска. Адресная поддержка. На торжественном мероприятии 68 приднестровцев получили российскую помощь. Они успешно прошли все испытания, и сегодня голубые береты солдатам воздушной десантной роты лично вручил президент. Российское консульство в Террасполе снова года заработает в усиленном режиме. Картины, которые на время станут визитной карточкой Приднестровья. В медиа открылась выставка дубосарского художника Игоря Мирши. О Шварценегере своей поездке в Сирию, Донецке, США об этом в Бендерах рассказала самая сильная девочка в мире. Поддержка России укрепляет нас в вере в справедливость нашего дела. Об этом заявил президент Евгений Шевчук на торжественном мероприятии. На нем 68 приднестровцев получили от России помощь. Какое именно? Подробнее в сюжете Александра Лагутина. В Малом Зале Дворца Республики собрались мужественные люди. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и труда. Всего 68 человек. О каждом из них можно долго говорить или писать. Например, Яков Фадеев освобождал Украину. С боями прошел Польшу, Германию и Чехословакию. Участник битвы за Берлин. Один из тех, кто штурмовал Аристак. Работали. Все связано с войной. Игрок от канонада, пулеметы, пушки, самолеты. Но мы живем уже 71-й год под мирным небом. Слава Богу. Радуемся тому, что мы живы. И видим, что преобразился наш весь мир. Стало лучше, прекраснее. Тяжело. Блокада. Но мы оптимисты. Мы больше убираем внимание сейчас молодому поколению, чтобы не растерять наш золотой фонд. Именно таким легендарным людям, которые живут в Приднестровье, по линии правительства Москвы и посольства Российской Федерации, была оказана поддержка. Им в торжественной обстановке вручили российскую материальную помощь и медицинскую технику индивидуального пользования. Получат слуховые аппараты, тонометры, инвалидные коляски. Материальная помощь предусмотрена в сумме 3000 российских рублей. То есть по нашему курсу это 531 рубль по МЭИ. Указом президента нынешний год был объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Приднестровья. Евгений Шевчук принял участие в мероприятии и поблагодарил Российскую Федерацию за то, что страна-гарант оказывает помощь преднестровцам в столь непростое время. У нас воздействуют определенные приколы политического характера. Различные шалфауны, которые строятся вокруг Приднестровья и ограничивают нашу политическую деятельность. И в этих условиях мы ощущаем поддержку как для граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье, так и для соотечественников. И эта поддержка важна и укрепляет нас в свете Приднестровской Молдавской Республики. В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол России заверил, что такая работа будет продолжена. На протяжении года российская и Приднестровская стороны уже реализовали совместные проекты. Мы регулярно будем первым оказывать содействие и находим этих сомнений. Спасибо вам за активную позицию с точки зрения поддержки Российской Федерации. Мы с Сергеем Васильевичем часто встречаем, думаем, как улучшить нам совместное взаимодействие. Фарид Мухаммедшин сообщил, что до конца года российскую помощь смогут получить еще 400 ветеранов, участников войны, работников тыла, ветеранов труда. Россия, Русь – это та страна, огромная богутия, которая обладает такими людьми, которым присущие качества, мужества, стойкости, единства. Надеемся, что мы будем приступать к республикам, что над нашими государствами, над нашими городами будут развиваться благие Российской Федерации. Коляска стоит где-то в районе 47 тысяч, а для семьи инвалида это большие деньги, поэтому мы очень благодарны и послу Российской Федерации, и нашему президенту Евгению Васильевичу, за то, что они оказывают нам помощь по мере возможностей. В 1992 году, если бы не Россия, то не был бы остановлен этот конфликт. На протяжении этого всего времени мы выезжали в Россию раненые лечиться, но вот оказывалось, нам различная помощь и внимание. Что хочу сказать? Спасибо России! Мы вечно будем помнить ее, вечно с ней вместе жить, и будет Россия, будем мы. Александр Логутин, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Месяцы подготовки и первый самостоятельный прыжок с парашютом для 90 солдат воздушной десантной роты. Эти испытания позади. Сегодня они получили заветные голубые береты. Вручал их лично глава государства. С подробностями Ирина Полесико. Ни ветер, ни зной этим парням нипочем. Выправка военная. Здравствуйте, товарищи десантники! Здравия желаю, товарищ глава команды! Церемония вручения голубых беретов на столичном мемориале славы проводится впервые. Почетно, да и ответственность какая. Важный для десантника головной убор вручает лично глава государства. То ли от волнения, то ли с непривычки. Справиться с беретом получалось не у всех. Пришлось помогать. Одним усвоенным уроком больше шутят десантники. У каждого за спиной месяцы изнурительных тренировок с укладкой парашюта, правильным приземлением. Теорию, естественно, закрепили на практике. У нас совершили прыжки почти 100 человек. Это были офицеры и военнослужащие-контрактники, которые не первый раз. И где-то человек 80 у нас совершили первые свои в жизни прыжки. И поэтому для нас это такой же праздник для всего министерства, как и для этих ребят, и как для их родителей. Впечатления, конечно, были незабываемы. И первый раз, когда стоишь на крыле самолета и видишь эту пропасть с большой высоты, там, где дома и города кажутся игручными. Незабываемые ощущения, особенно когда уже прыгаешь эти три секунды свободного полета. Довольно очень интересно. В составе Министерства обороны воздушно-десантная рота была воссоздана год назад. По словам главнокомандующего, подразделение постоянно находится в боевой готовности. Мы воссоздали это подразделение в составе Министерства обороны для того, чтобы сохранять эти традиции. И мы ощущаем, что все больше наших преднестровцев желает служить именно в подразделениях специального назначения и в составе воздушно-десантной роты. Хочу сказать, что государство прикладывает дополнительные усилия, чтобы обеспечить подготовку десантникам, потому что здесь необходимы и парашюты, и необходимы расходы для проведения соответствующих учебных занятий. Мы идем на эти расходы для того, чтобы поддерживать обороноспособность в целом Приднестровской Молдавской Республики. И возможности роты позволяют расширить ресурсные возможности Министерства обороны для защиты Приднестровской Молдавской Республики. В выборе подразделения эти парни не сомневаются. Десант всегда в почете. Служу Приднестровской Молдавской Республике. Ирина Полесик, Александр Тыш, 1-й Приднестровский. Выездной консульский пункт. Посольство России в Террасполе скоро заработает в усиленном режиме. Сейчас там оборудуют новое помещение и расширяют штат сотрудников. Это позволит принимать больше граждан, а также оперативно рассматривать обращения. В настоящее время работники ДИП-представительства принимают в день порядка 140-150 человек. Количество обратившихся граждан в консульский пункт очень велико, говорят специалисты. Очередь расписана буквально на год вперед. Это очень большой объем, потому что с каждым поговорить надо. С каждым надо оформить документы или дать консультации юридические. По поручению президента Евгения Шевчука выездному консульскому пункту посольства России в Террасполе было выделено дополнительное помещение. Теперь он будет похож на полноценное генеральное консульство в Приднестровье. Мы с администрацией президента говорили о том, что мы еще арендуем еще одно рядом стоящее здание. Мы сейчас там заканчиваем ремонтные работы, расширим. И мы дополнительно дадим туда людей в поле наше посольство. И нам помогут и администрация президента Приднестровья также выделить дополнительных людей. Тогда мы моментально сократим вот это ожидание полугодовое, даже годовое. По словам посла, работу в усиленном режиме выездной консульский пункт посольства России планирует начать с 1 января 2016 года. Анастасия Хантель, Александр Логутин, Юрий Прошачев, 1-й Приднестровский телеканал. Правоохранительные органы республики пытаются установить личности представителей офшорных компаний. По версии следствия, они могут быть причастны к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах. Напомним, недавно по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Приднестровья продолжает работу по уголовному делу, которое возбудили по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте. Как сообщили правоохранители, недавно следователи провели допрос сотрудников фирмы «Шериф». Среди них был первый заместитель генерального директора. Общество с ограниченной ответственностью. Были установлены предварительные обстоятельства расчетов указанного общества с так называемыми офшорными компаниями по контрактам внешнеэкономической деятельности. Так, согласно поручениям, выдаваемым «Шкельнюк», сотрудники ООО «Шериф» получали наличные денежные средства в ЗАО «Агропромбанк», которые упаковывались в обыкновенные дорожные сумки и перевозились в головной офис ООО «Шериф». По словам Валерия Цукова, разовое получение при таких своеобразных операциях составляло от 500 тысяч до полутора миллионов наличных долларов США. Кроме того, из показаний, которые были получены в рамках предварительного следствия, стало известно, что непосредственная передача указанных денежных сумм производилась в головном офисе фирмы «Шериф». В головном офисе ООО «Шериф» и производились расчеты с представителями так называемых офшорных компаний. При этом никто из допрошенных лиц не смог сказать какие-либо анкетные данные или другие данные, идентифицирующие тех лиц, которые получили наличные денежные средства. При этом сумма в итоге полученных наличных денежных средств составляет более 254 миллионов долларов США. Сейчас Следственным комитетом приняты процессуальные меры к запрещению проведения операций для расчетов с указанными офшорными компаниями. Следственным комитетом подготавливаются необходимые документы для обращения в соответствующие компетентные органы иностранных государств для оказания правовой помощи Следственному комитету Приднестровско-Молдавской Республики по расследуемому уголовному делу. Помимо этого, правоохранительные органы Приднестровья пытаются установить личность представителей офшорных компаний, которые причастны к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах. Обладающие такой информацией граждане могут обратиться по указанным на экране номерам телефонов. Конфиденциальность гарантируется. Листовки как залог успеха у электората. Их распространяют все кандидаты в депутаты. Кто-то, чтобы рассказать о себе и своей программе, а кто-то, чтобы громко заявить, что победа уже одержана. Ряд кандидатов в своих предвыборных агитматериалах заявляют, что возврат к выплатам пенсии в полном размере – это их заслуга. Избиратели, в свою очередь, уверены на лицо попытка приписать себе несуществующие достижения и при помощи откровенной лжи заручиться поддержкой электората. Кандидаты разные, победа одна на всех. Яркая и справедливая. Такие листовки с началом предвыборной агитации распространила группа кандидатов в депутаты Верховного Совета. Они утверждают, что именно благодаря им начались выплаты пенсии в полном объеме. А дальше будет еще лучше. Стоит только проголосовать за нужного человека. Геннадий Чулков, заместитель руководителя общественной организации «Дети войны», признается, прочитав листовку, почувствовал себя оскорбленным. Прежде всего тем, что кандидаты в депутаты используют тяжелое социально-экономическое положение людей преклонного возраста для собственного пиара. Когда я прочитал вот эту прокламацию, я иначе ее не могу назвать, под названием «Победа». Чья победа? Мы, дети войны, неоднократно обращались к министру социального обеспечения. Она нас приглашала. Дважды я был на мероприятии, на встречи, когда было сказано конкретно, четко. Это временное явление. Мы обязательно вернем эти деньги. Почему наши вот эти пиарщики, которые себе победу пришили, раньше не подумали, когда только государство решило забрать эти деньги у пенсионеров в долг? Я подчеркиваю, в долг. Мы верим, и это правильно. Надо было помочь. Однако же взяли и самые избирательные компании. Взяли и отличились. Жители улицы Кутузова в столице тоже возмущены. Говорят, кандидатов депутаты, который возвестил их о победе, они никогда в глаза не видели. А тут такие новости. Вводят людей в заблуждение. Получается, что он этими подписями себе зарабатывает голоса или еще что-то. Я считаю, что это неправильно и нечестно. Горожане говорят, хотели бы лично встретиться с кандидатом, рассказать о своих проблемах и пожеланиях. Но в ответ их только завалили макулатурой и сомнительными подарками. Он дал нам пайки. Все негодные. Они просроченные. Крупа с червями. Куры даже не едят их. Это он дал пайки людям, пенсионерам. Они говорят, что через бумагу и обещания. Больше ничего. Мне уже, слава богу, 62-й год. Я только эти обещания и слышу. Победная молния утверждает, власть дрогнула и восстановила выплаты пенсий, так как испугалась организованного сбора подписей. Дальше почти угроза. Они будут переданы в Государственную Думу Российской Федерации. Но там об этом ничего не слышали, говорит депутат Верховного Совета Приднестровья Олег Харжан. Он недавно вернулся из Москвы, где встречался с российскими коллегами-парламентариями. Где бы ни общался и не спрашивал, есть ли эти подписи, мне все отвечали с удивлением, что таких подписей в Государственной Думе нет. Мало того, никаких звонков, никаких пожеланий, никаких просьб завести эти подписи в Государственную Думу тоже не было. И, знаете, стыдно за такие действия, потому что на проблемах людей пиарятся совершенно понятные кандидаты, совершенно понятные группы кандидатов, которые, прикрываясь вот этими вот слоганами, этими проблемами и бедами людей, пытаются пролезть снова во власть. Кстати, листовки, извещающие о сомнительной победе, отпечатаны на одной типографии, а распространяются от имени разных кандидатов, по всей видимости, скованных одной невидимой финансовой цепью. Глава государства приняла чрезвычайного и полномочного посла Швеции. В ходе встречи президент рассказал о текущем положении дел в приднестровской экономике и о дополнительных негативных вызовах для наших экспортеров, которые могут возникнуть с 1 января 2016 года из-за подписанного Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В этой связи Евгений Шевчук подчеркнул, что Приднестровье находится в постоянном контакте с европейскими коллегами по вопросу выработки оптимального механизма торговли Приднестровья с ЕС. Кроме того, затронули тему молдоприднестровского урегулирования. Президент рассказал о проблемных аспектах в переговорном процессе, в частности, о политически мотивированных уголовных делах в отношении должностных лиц и предпринимателей Приднестровья. На встрече также обсудили перспективы сотрудничества Приднестровья и Швеции в культурной и гуманитарной областях. В Центральной избирательной комиссии сообщили о результатах регистрации кандидатов депутата Верховного Совета, которая завершилась 7 ноября. На места в высшем законодательном органе республики претендует 136 человек. Вопрос о регистрации еще четырех кандидатов будет решен в ближайшее время. Всего о своем желании баллотироваться заявили 150 человек. 95% из них – самовыдвиженцы. Среди зарегистрированных кандидатов 30 – действующие депутаты Верховного Совета, 13 – представляют городские и районные советы, 4 – исполнительные органы власти. Напомним, единый день голосования пройдет в республике 29 ноября. Жители Приднестровья сберут новые составы Верховного, а также городских и районных советов. Кроме того, в селах выберут глав администраций. На центральной площади Григориополя прошла сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Приобрести продукты по цене ниже рыночной могла наша съемочная группа. В нынешнем сезоне на ярмарке представлено больше как самих торговых площадок, так и организаций, реализующих свою продукцию. В ярмарке участвуют более 30 производителей, крупные фирмы и крестьянско-фермерские хозяйства. Овощи, фрукты, зерновые, а также кисломолочные продукты и макаронные изделия. Все это жители Григориополя могли приобрести по ценам на 15-20% ниже рыночных. На ярмарке присутствуют практически все производители нашего района, как с зерновыми культурами, так и с овощами. Представлен широкий ассортимент всей продукции, что у нас производится. Также и мясной продукции – свинина, баранина, говядина, брынза, мед. Видим, что качество действительно хорошее. Большинство потребителей – местное население, закупающее продукцию оптом и в розницу. Особым спросом у покупателей пользовались картофель, лук, капуста, яблоки. Цены приличные и на мясные продукты, и на овощные, и на фрукты. Спасибо, что приехали с других районов люди. И как бы могут люди на месте купить и по приемлемым ценам. Мы купили и мясо, и морковочку, и муку. Вполне хорошие цены. Приобрели картошку, лук, что необходимо в семье. Сегодня большой ассортимент. Хочется бы еще, чтобы больше было. Подавляющее большинство участников ярмарки – индивидуальные предприниматели из Григориопольского района. Одним из главных показателей качества товара является его безопасность. Вся сельхозпродукция до ее реализации прошла обязательную проверку на нитраты и радиологическую экспертизу. И только после этого отправилась на прилавки. Ирина Полесико, Наталья Берзан, Андрей Матынга, Первый Приднестровский. В стенах Министерства иностранных дел открылась выставка дубоссарского художника Игоря Нирши. На время его полотна станут визитной карточкой Приднестровья. Так искусство помогает налаживать и дипломатические связи. Когда мы здесь, в фойе Министерства иностранных дел выставляем эту экспозицию, мы, конечно, рассчитываем, прежде всего, на наших гостей, которые будут любоваться этой экспозицией. И понимаем, что через эти картины наши гости смогут лучше понять, что из себя представляет Приднестровье и что из себя представляют приднестровцы. На работах Игоря Нирши удивительные места Приднестровья, в частности, Дубоссарского района. Есть и картины, показывающие боль 92-го года. Кости экспозиции отмечают, с помощью кисти художнику удалось передать всю палитру эмоций. Я не мог остаться в стороне, потому что всех, наверное, затронут этот вопрос. И так как все это происходило на наших глазах, там, в Дубоссарах, я именно после 92-го года начал делать вот эти работы. Выставка для каждого мастера кисти и полотна – это праздник. Поздравить автора пришли друзья и коллеги. О Шварценегере поездки в Сирию и Донецка кумирах и мечтах. В Бендерском теоретическом лицее прошла встреча с самой сильной девочкой мира. Марьяна Наумова на турнире «Арнольд Классик» в США обновила мировой рекорд в жиме штанги лёжа. Как этой улыбчивой девочке в 15 лет поддался вес в 150 килограммов – первый вопрос, который интересует не только сверстников. Отвечает – главное – настрой, тренировки и мотивация. А в перерывах между соревнованиями спортсменка путешествует. Недавно написала письмо Евгению Шевчуку и получила приглашение посетить Приднестровье. Я много путешествую, много с кем общаюсь, уже занимаюсь общественной работой. Была четыре раза на Донбассе, была в Сирии. То есть не только зарабатываю грамоты, медали, звания, но и общаюсь с молодежью и как-то стараюсь пропагандировать спорт. На Донбассе Марьяна пообщалась с детьми и провела для них турнир. Письма и рисунки школьников передала Шварценеггеру. Так актер и политик смог узнать из первых рук, что же на самом деле происходит на юго-востоке Украины. В Сирии побывала в лагере беженцев и удостоилась встречи с первой леди страны. В поездках обычно рядом отец, тренер, наставник и просто крепкое плечо. Единственное, он не ездил со мной в Сирию, потому что там была женская делегация. И сказали, Александр, извините, но у нас только женщины и девушки. Было страшно, потому что когда отец рядом, все-таки какая-то поддержка. Как страшно, когда рвутся снаряды, сидящие в зале, к счастью, не знают. Но о войне помнят их родители. 23 года на берегах Днестра – мир. Обстановка в Бендерах, зоне безопасности, стабильна и контролируема. Миротворчество – это основа нашей безопасности. Под мирным небом люди трудятся, растят детей, развивают их таланты. Нам сегодня очень важно, чтобы в нашем обществе, в Приднестровской Молдавской Республике, росли здоровые, грамотные люди, которые жили не только своими личными идеями, а все-таки идеями своего государства. И понимали, что в нашем государстве самое главное – это инициатива и здоровые люди. В завершение – коллективное фото с крепкими духом и телом. И селфи с самой сильной девочкой мира. Среди лицеистов немало спортсменов, и каждый старался настроиться на волну чемпионки. Я считаю, что такие встречи вообще нужны, так как они нам дают уроки. Во-первых, мотивацию другим спортсменам, допустим. Она рассказала очень много интересных вещей, что она достигла. Я считаю, это очень круто. Этот человек, он всегда следовал строго своей цели, строго своей мечте. Он – это пример всем нам, всем молодым ребятам, потому что, если ты чего-то хочешь, должен добиваться этого, что бы это ни стало. То есть, если ты знаешь, что тебе надо, ты должен строго идти к этой цели. Ирина Гуцкая, Лариса Тарабина, Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости. Все материалы вы можете найти на сайте нашего телеканала. А прямо сейчас – о погоде на завтра. 12 ноября в Москве пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс один, днем плюс четыре. В Киеве также пасмурно, дождь. Ночью и днем девять градусов тепла. В Кишиневе облачно, ночью пятнадцать, днем восемнадцать выше нуля. В нашей республике, по информации Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный – семь, десять метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха по северу республики ночью от плюс восьми до плюс десяти, днем – четырнадцать, шестнадцать, со знаком «плюс». В столице ночью от плюс девяти до плюс одиннадцать, днем – пятнадцать, семнадцать выше нуля. В последующие сутки без осадков – небольшое понижение дневной температуры воздуха. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хай-Тек». Совместная акция «Индезит» и сети магазинов «Хай-Тек». Стиральные машины по самым выгодным ценам. «Индезит». Проверено временем. «Хай-Тек» радует ценами. На этом пока все. Развитие событий уже завтра, как всегда, вовремя. Хорошего вечера, новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok